И снова всем привет на канале Олег Нёстеров в Брест. И сразу хотел бы развеять, как бы у людей такое мнение сложилось. Да, да, канал мой информационный, в нём информация, как бы много информации, много по ремонту автомобилей. Но, но, канал мой немножко с таким, как вам сказать, развлекательным уклоном, да. Как бы мы не печалимся, ведём такой весёлый, энергичный подход к передаче, то есть в проведении её. Как бы я перестал вырезать ненужные моменты, от этого передача немножко стала длиннее. Но, ещё раз говорю, под видео есть таймлайн, линия времени, да. Нажимаешь, чуть-чуть перемотался, что-то не нравится, и обязательно, обязательно в ролике будет информационная программа. Почему я иногда, да, как бы вот некоторые пишут, да, Олег, слишком долго разжёвываешь информацию. Да, да, я согласен. И делаю я это специально. Делаю и разжёвываю я информацию для тех, кто только начинает, кто какие-то мелочи может упустить. Чтобы вот они не упустили эти мелочи, как бы поэтому я и разжёвываю, и рассказываю всё подробно. Для профессионалов, да, конечно, кто, как бы уже, даже не для профессионалов, кто уже работает, как бы они всё это прошли, им это всё знакомо. Но это как вы всё равно с четвёртого класса, да, придёте на уроки второго класса. То есть вы ещё не совсем профессионал, вы где-то посерединке, да. Но во втором классе вам уже не интересно, потому что вы всё это уже прошли, вы всё это знаете. Но я веду свои передачи именно изначально для людей того второго класса, даже первого, сказать первого. То есть да, в зло рации мы ведём свои обсуждения, где профессионалы делятся между собой своими наблюдениями, где начинающие спрашивают советы у профессионалов, ну и тудыма-сюдыма, всякая вот эта беда. Короче, вот, это чтобы было ясно просто. И передачу немножко ведём такой, в лёгкой форме, да. То есть от этого и получается, что передача немножко длиннее. Если что, перематывайте. И, как говорится, понимаете, всем, всем не сможешь построиться. Кто-то любит симфонию Баха, кто-то любит трэш какой-нибудь, кто-то хэви-метал, понимаете. В одну песню это не сложишь. Я стараюсь сделать так, чтобы передача смотрелась легко, непринуждённо. То есть вы могли посидеть, посмотреть просто, как у людей дела идут, что-то показать из жизни, что-то где-то какой-то прикол, да, что-то не вырезать, всякое смешное там получается в гараже. А не чисто тупо мануальная программа, где я веду чисто информацию, зомбирую я всех. Нет. Я зомбировать не буду. И передачу свою я переделывать не буду. Если уж вам совсем не нравится, ну, просто не смотрите. Но информацию всё равно я дам. Как бы мы общаемся на Зелу Рации, уже все знают, да. Подписывайтесь, кстати, заходите к нам на канал в Зелу Рации, скачивайте, если не знаете где. Зайдите в поисковик, скачайте Зелу Рацию. Там есть канал Олег Нестеров Брест. Всё, зайдёте на этот канал и будете в прямом эфире общаться с нами. Неважно, с Краснодара вы, с Магадана ли. Вот сегодня с Сан-Франциско. Такой канал, если автолюбители знают. Вот, подписался у нас Виталя. Общались сегодня с ним утром. У него уже ночь была. Канал у него Автокар. Много людей подписываются на рацию. То есть в группу ко мне, в друзья. Со многими я дружу. Как бы у нас уже такая организовывается команда автоканалов, да. Все друг друга уважают. То есть, и к чему я хочу сказать. То, что профи много, много на канале. И, то есть, новичкам поэтому и легко, понимаете. Вы зададите свой вопрос. В гараже ли вы с андроидом разговариваете? Дома или с компьютера? Неважно. Рацию скачал и общайся. Вы всегда спросите профессиональный ответ. Мало того, что профессиональный. Ещё вы можете спросить наблюдение кого-то. Вот вчера были разговоры про шпаклёвку. Какая шпаклёвка лучше? Кто какой пользуется? Вчера были тоже разговоры про полироль. Кто какой пользуется? Все рассказали свои наблюдения. Плюсы и минусы. Даже я очень, как бы, подчеркну, об этом не задумывался. Да, вот мне, вот одна шпаклёвка там была, одна речь. Мне она не очень нравилась почему-то. Но думаю, может, я как-то и не так работаю. А шпаклёвка, подешевле, которая оказалась, да, полиролька, гораздо дешевле, раза в два. Вот я и работаю. И многим она нравится, многие ей работают. Как бы, ну, чтобы узнать какая, пожалуйста, заходите на золу рацию, там эти обсуждаются вопросы очень часто. Ну и в дальнейшем я буду вести передачу так. Ну, так порешали на рации, да. Я буду с утра, ну, после приветствия, рассказывать какой-нибудь анекдотик небольшой, быстренький. И на посошок тоже анекдотик. Но где-то во второй половине вот этого вот всего канители будет и нужная информация. Так что, если хотите подчеркнуть информацию, пожалуйста. Пожалуйста, ещё одна очень такая непренеприятнейшая новость. Если кто обратил на ютубе, поменяли немножко интерфейс. И сейчас, как бы, я читаю ваши письма, да, письма очень много. Всем спасибо. Я читаю ваши письма, но не могу напрямую, вернее, не могу ответить так, чтобы мой ответ был в комментариях виден. Мне приходится заходить в личку. И поэтому, извиняюсь со всеми, конечно, на вопросы благодарности, да, очень много благодарят, говорят, что нравится канал. То есть в личку я заходить не буду, отвечать. Знайте все, что я благодарен всем, как вы знаете, всем рад. Заходите на Зелорацию, заходите ко мне в ВКонтакте. В ВКонтакте вы меня можете найти, где вот главная страница моя в Ютубе. Там есть сведения. В сведения заходите, там ссылочки. И там есть на группу ВКонтакте ссылочка. И есть ссылочка на страничку ВКонтакте. Так что всем буду рад. Заходите. Всех подписываю, друзья. Всех читаю. Если кому-то вдруг не ответил, очень прошу, извините. Это просто как бы, ну, я просто не ожидал такое, просто, что так и начнет двигаться канал. Писем очень много. Я еще не соображу, как их читать. Вернее, как отвечать, как чего. Теряюсь. Честно, теряюсь. Если кому-то не ответил, прошу меня извините. Заходите в Зелорацию. Вы можете со мной пообщаться напрямую. То есть, я все отвечу. Я часто захожу между работой на Арацию. Еще. Кого-то, понимаете, подключать, чтобы читали письма, которые адресованы мне. И чтобы отвечал тот человек, который, ну, вообще не посвящен в это. И как бы, вы обращайтесь ко мне. Значит, я ответил. Ответить должен. Это лично. Другого человека я не буду ставить. Если вам ответили, знайте. Я это ответил. Действительно, я. Я никого не ставлю за место себя. Это одно. Потому что, как бы, я уважаю все-таки каждого. Задавайте свои вопросы. Да. Многие там, есть критика небольшая. Как бы, критику я положительно отношусь к ней. Как бы, вот, на вопросы критики я и отвечаю вам. Просто, чтобы не было между нами недопонимания. Я из своего канала делаю все-таки познавательно-развлекательный канал. Если человеку что-то не ясно из моего видео, я открыт для всех. Вконтакте, пожалуйста. В группе Вконтакте, пожалуйста. Если вам что-то не ясно, вы меня нашли, связались на рации, вы меня всегда найдете. Вам дадут мои координаты, как меня вычислить. Мы с вами свяжемся по скайпу. Я вам уделю час, полтора, два. Сколько вам надо времени, с каждым я пообщаюсь. Сколько вам надо времени, чтобы понять этот вопрос. Столько я и выделю его вам. Я, как бы, для меня это не впадло. Я обычный, простой работяга. Я думаю, это все поняли. Так что обращайтесь. На скайп обращайтесь. Уже сказал, не буду повторяться. Везде. Заходите на Золу Рацию, там вы меня найдете быстрее всего. Ну и комментарии пишите. Пишите комментарии. Как говорится, вопросов много одинаковых. Просто на эти вопросы я буду отвечать в эфире. Следите. И еще скажу. Если вопрос действительно какой-то, ну, серьезный и требует объяснений, пишите, как бы, в Ютубе пишите. Все равно я все письма вижу. Я вам отвечу в личку. С пояснениями совсем. То есть в личных письмах найдете мой ответ. Ну, вот вроде бы и все. Ну и как обещал, давайте вам анекдотик небольшой расскажу в начале. Мне просто вот такой анекдот понравился недавно. Жена подходит к мужчине, ну, к мужу, говорит. Милый, а что мне взять с собой на море, чтобы все просто увидеть меня? Офигели! Он подумал. Санки возьми. Такой анекдотик небольшой. Ну, вроде все сказал. Ну и сегодня мы будем проходить, как накладывать шпаклевку. Во вчерашнем уроке я как бы показывал. Мы наложили ее, да? Ну, наложили первые слои. И сейчас я покажу, как ее затирать, какие шкурки мы используем, как там, ну, как проще затирать, как лучше. Смотрим внимательно. Еще раз убедительная просьба. Наберитесь терпения. Если вам не нравятся мои разговоры, перематывайте. Информация тоже будет. Как бы не смогу я все объединить, да, параметры. Все абсолютно. Не могу. Как бы симфонию Баха и Эйрон Мэйден не могу я все вместе соединить. Люблю и тех, и тех я тоже. Ну, вот такой я творческий человек, понимаете? Творческий. Мне надо поговорить, пообщаться. Надо мне. Творческий я человек. Руки это мне, боженька, так. Вдовесок дал. Вот сейчас хочу как бы реализоваться вот с помощью вас. Меня это прет просто, понимаете? Помочь кому-то. Все время хотел кому-то помочь. Поэтому и веду свою передачу, поэтому и раскрываю секреты. Поэтому ко всем я открыт душой. Тем, у кого что-то не получается, особенно хочу помочь. Очень нервничаю и раздражаюсь, когда меня не могут понять. Я готов билет, купить билеты к вам ехать. Честно. И помог бы там. Вот даже с Минска человек вчера на рацию выходил. Олег, блин, порог. Вот что-то там у него не получается. Так в сути я суть уловил. Ну, от Минска до Бреста тут фигня. Рукой подать 300 километров. Что-то. Я говорю, приезжай, сделаем. Ну, на то мы порешали. Обменялись телефонами. Сказал, приеду, сделаем. И это будет в видео очень скоро. Ну и начнем. Как я и рассказывал, да? В предыдущем уроке можете посмотреть. Ложим, как бы, параллельно вот этой линии, да, параллельно машине. Вот. Не так. Не так. Вот. Именно так. И трем крестовыми движениями. Крестовыми движениями продольными, длинными. Сохраняя вот эту плоскость. То есть, и начинаем тереть от начала, от целой поверхности. И потихоньку выводим дальше. Чуть-чуть смотрим. Ну, тут вот я решил показать, насколько крестовые движения. Вот, как видите, как далеко у меня идут полоски. Насколько у меня большой мах, да? Крест. Накрест. Терка находится, вот эта терка, да, находится исключительно в таком положении. Не так, не так. То есть, вот, трем. И пошли. И в другую сторону. То есть, терка к горизонту своего отношения не меняет. Или вы вот так вот можете, понимаете? Вы так потеряете плоскость. И идем от целого и выводим постепенно сюда. По мере того, как вы будете выводить сюда, у вас будет выравниваться плоскость. И здесь, как вот этот поворотик, я сейчас немножко объясню. Я пока тут потру, как бы вот тут вам покажу начало. Потом, когда у двери буду тереть, я просто открою дверь. Поэтому там мне камеру не поставить. И смотрим. Вот тут вот, когда вы вытерли... Руками, руками отру быстро. А сюда мы специально не заходим. Мы как бы от этой плоскости идем. Она сама нарисует. Главное, сохраняйте. Сохраняйте крестовые движения. И потихонечку. Махи не делайте на всю длину. Где-то сантиметров 20-25. То бишь, чтобы у вас эта плоскость ровная все время задевалась шкуркой. Шкурка будет с нее съезжать, когда с ровной поверхности. И она будет задевать и спиливать ненужное. Вот, как вы видите, я просто тру. Понаблюдайте, как бы вырезать не буду. Сейчас я покажу. Вот, как можно увидеть, да? Плоскость у меня сама выводится. Вот сюда вот выворачивается. И как бы вот у меня уже вот тут натерто, да? И тут натерто. Тут вот раковинки. Их не надо убирать. Вот тут вот ямка получается, да? Не старайтесь ее выровнять. Если здесь плоскость. И здесь ровная трется уже, да? Здесь, как вы видите, мы уже дошли до металла. То есть, все. Здесь потерли. Вот эту штуку перекладываем шпаклевочкой. И трем вот до такого плавного перехода, чтобы у вас не было ступенечек. Вот, как видите, да? Вот тут еще не дотерта ступенечка. То есть, вот тут вот раковинки у нас, да, все. Но вокруг тут протерто, тут протерто ровненько. Значит, что? Значит, здесь у нас ямка. Если вы не понимаете, где ямка, приложите шпатель вот так вот, как линейка, да? У вас будет щелка там. Щелка означает, значит, у вас здесь ямка. То есть, перекладывать нужно только эту ямку. Вот такой металл открылся, да? Небольшая шишечка. Что мы делаем? Делаем мы следующее. Сейчас покажу. Если у вас вот такая организовалась штучка, не надо бить в середину. Сначала вокруг чуть-чуть побейте. Вот так вот. Дай шпательку. И потом только в серединочку чуть-чуть. И здесь так же. Вот как мы не старались, все равно чуть-чуть, видите, побело. И смотрим, приставляем шпатель. Вот, видите, здесь у нас уже небольшая ямочка. Значит, здесь нам надо закладывать. Здесь тоже самое, значит, мы забили. И вот так вот я говорил вам про ямки проверить. Вот так прокладываете. И смотрите. То есть здесь у вас щелка организовывается. Значит, это ямка. Ну, как бы, когда пробили, еще раз протираем, проверяем. Ушел ли у вас металл. И дальше так же затираем, выравниваем поверхность. Шкурку берем на первые слои. Ну, я беру 80. Можно, как бы, и 60, как бы, чтобы быстрее вытереть. Можно сказать, что дошло лета, лета не было, лета не было, только дождем. Ну, и, как бы, последний слой мы вообще чуть-чуть берем... Ну, он не последний, еще будет стягивающий. Чуть-чуть берем зедоньки. Да, универсалки уже больше гораздо. Ну, и... Слышите, по рации люди общаются. Ирку слышал на связке, сговорим. Ну, и накладываем еще слой, да? Да, как бы, первое внимание у нас будет к тем местам, которые в ямке у нас, да? И сюда вот так вот побольше наложим, потому что потом мы это все стянем шпателем. Заметьте, вот тут вот у вас протерто. Тут вытерто, тут вытерто, тут вытерто, а здесь как бы не дотерто, да? Значит, тут ямочка. Тоже немножко вот так вот делаем. Контрольный как бы. Не боимся много намазать, лишнее сотрется. И стягиваем все большим шпателем снова. Это можно сделать и малым шпателем, но... Как бы, неудобно малым немножко. Ну, вы видите, плоскость выравнивается. Когда мы ее более-менее подровняем, мы уже будем малым шпателем стягивать. Как бы, вот здесь у меня не прохватывает, да? Я отдельно раз намажу и сейчас еще раз помню. Если вы думаете, что шпаклевки много, это вам только кажется. На самом деле слой-то будет очень тонкий. Еще вот хочу показать небольшой момент. Ну, я покажу здесь, как бы дверь у нас открывается, и нам можно спокойно тереть, да? Но бывают такие моменты, допустим, вот если это у вас крыло, да? И вы трете рядом с крылом, боитесь попортить тут, да? Выход из положения есть такой. Некоторые заклеивают скотчем, да? Но скотч... То есть вы, когда увлечетесь, будете тереть, 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 и скотч можете протереть и натереть. То есть другую запчасть. То есть испортить ее тоже под перекрас. Этого не стоит делать. Если у вас, ну, позволяет такая возможность, да, как выход из положения, берите просто шпатель какой-нибудь. Вот так вот в щель вставляете. Шпатель немножко гнется, да? И вот так вот выгибаем его. Вот, выгнули шпатель. И смело можем тереть. Видите? То есть в ту дверь мы уже не зайдем. Ну, потихонечку, как бы, это избавит вас от попадания на другую поверхность. Как бы, такие ситуации случаются. В данном случае, вот сейчас по рации говорили мы с человеком, да? Вот он задал этот вопрос, я как бы сразу показал. Если же у вас, ну, допустим, на двери, да, вот вы дверь трете и близко к крылу, то есть крыло вам снять нету такой возможности, или дверь. Дверь снимается быстро, тем более, если эта машина как бы новая, там везде быстрый разъем отщекнул, я имею в виду пучок проводов, да, и выдернул. Ну, два болта открутить, это уже не составит труда. Ну, потратите вы пусть, ну, 10 минут, 15, да, даже полчаса. Снимите дверь, положите ее в горизонтальное положение. То есть вам придется уже не так вот, да, как калич тереть, а нормально, встали и, ну, баночком там или чем. В горизонтальном положении вы сэкономите кучу времени, несмотря что вы потратите на снятие и установку двери, да? Но вы сделаете это и аккуратно, это одно, и вам будет удобно работать. То есть если вы на стол положите, то есть вы в нормальном положении трете, а не раком в три погибели, да? Вот эта камаз с утра никому не нужна. То есть, да, порог вы не можете снять, но а дверь, почему ее не снять, если она легко снимается. Так что, вот так вот сопоставляйте, что выгодней. Ну, как бы вот так. Ну, и в данном случае я хочу показать работу рубанком немножко, да? Много не буду показывать. Ну, в данном случае у меня эластичный рубанок. Он лучше идет на крышу, на такие места, где у нас немножко идет поворотик. Ну, в данном случае здесь нет поворота. Ну, как бы я вытру. И есть жесткие рубанки. Вот эта подошва у них алюминиевая. Чем хорошо рубанок? Он имеет свою длину, да? То есть вы большую плоскость затрагиваете. Да? И у вас как бы выравнивается. Если рубанок у вас не эластичный, а жесткий, то вы прямую поверхность держите. На крыше она все-таки у нас покатая. Лучше вот такой рубанок, эластичный. Он будет повторять вашу форму. И рубанок тоже. Берем прямую плоскость. В данном случае больше прямая. У нас здесь плоскость. Правильно? Значит, мы ставим рубанок вот так, по плоскости. И так же, такими же движениями, крестообразными, начинаем тереть плоскость. Не так. Не так. Ни в коем случае. Вот. Только так. И повторяем плоскость. Так же крестовыми движениями терем. Ну, сейчас я чуть-чуть потру. Вот такими движениями. Ну, в данном случае у меня шкурка идет 120, она чуть поменьше. Я ей тру. Можете, если у вас грубые слои вытрете, можете шкурку побольше. 80, допустим, взять. И трете. Сильно на рубанок не нажимаем. Не старайтесь быстрее вытереть. Все у вас вытрется. Просто не торопитесь. И держим плоскость. В одну сторону потерли. Меняем сторону. И у вас плоскость будет, высокие концы спиливаться и доходить до этой плоскости. Когда у вас все выровняется, вы это увидите. Ну, и вот мы протерли как бы рубанком, да. Если видно, вот в некоторых местах, сейчас я поближе сделаю. В некоторых местах вот тут вот есть раковинки, всякая такая вот лабуда нехорошая. То есть, мы ее не вытираем. Она, если до нее вот здесь уже ровная плоскость, здесь. А до этой просто не достал рубанок. Это означает, ну, вот до этой. Это означает, что здесь у нас яма. То есть, ямку мы также закладываем шпателем. Вы можете шпателем, ну, взять ровный шпатель и вот так вот приложив, посмотреть. Вот тут вот у вас щелка, зазорчик. То есть, значит, здесь ямка. Ямка. Ну, а в остальных местах уже как бы у нас выровнялась. Ну, и доводим, перекладываем как бы локально чисто эту ямочку. Тут вот у нас как бы ямочка, да. Ну, так как споттера у нас нету, мы воспользуемся колхозным обрыватым молотом. Ну, теперь зачищаем место, то есть, чтобы нам приварить обратный молоточек. Обратный молоток я уже показывал. Зачищаем место, чтобы у нас здесь был открытый металл, чтобы мы могли подтянуть. Как бы вот в этом месте мы не смогли вычистить краску, да. Что мы делаем? Мы сначала будем подтягивать отсюда, чуть-чуть, и здесь подтянем. И это место у нас чуть-чуть подойдет сюда ближе, потом мы его тоже обточим и будем приваривать с кем. В данном случае я массу одеваю прямо на обратный молоток. Сильно не привариваемся. Значит, потом нам будет снять тяжело. Ну, и так же, как я говорил, где-то есть в предыдущих уроках, чуть-чуть ждем, чтобы вы не тянули только прогретое место. Если вы сразу будете выбивать, то вы вытянете только эту точку. Чуть-чуть остыла и вытягиваем. Потихонечку, не торопясь. Как бы вот мы чуть-чуть подтянули, не стараемся вытянуть сразу все. С помощью болгарки удалили обратный молоточек, удалили с этого места место от сварки, чтобы оно не создавало дополнительные ребра жесткости. И перевариваемся ниже. У нас процессор не такой быстрый. И так же потихонечку вытягиваем. У нас оторвалось. Это нормальное явление. И подтягиваем здесь. Ну и потихоньку, перевариваясь с места на место, то есть потихонечку ее вытягиваем, как я показал. То есть до 100% выравниваю, вы не выпрямите. Шпаклевать все равно придется. Но, как видно, и вот эту часть, и вот эту мы вытянули. То есть она у нас относительно ровненькая. Здесь мы уже дорабатываем шпаклевочкой. Люди общаются по рации, видите? Задающие вопросы. Прочная, вообще отличная краска. Не знаю, может у вас там она. Ну, в принципе, дюна неплохая краска. Посмотрите канал VLK 259. Вот он пользуется больше дюной. И как бы он не жалуется на эту краску. Я просто вот как бы один раз попробовал. Может быть мне попалась бракованная. Да, я ее забраковал и побоялся больше с ней связываться. Но он практикует как бы краску дюна. Посмотрите его канал. Как бы он его хвалит тоже. Вот, просто возможно, сейчас делают все абсолютно китайцы. Ланька, немножко отвлеклись, да? Ну и все. Вот развели мы шпаклевочку. Как бы уже последний слой, да? И смотрим у нас. Вот царапинки. Заделываем как бы их. И такие вот места косяковые уже убираем начистую. Так, ну у меня шпаклевочка затвердила, пока я говорил. Сейчас я еще слой разведу. И уже нормальным слоем стяну. И вот так вот уже заделываем вот эти косяковые места, которые у вас остались, которые видно. Уже шпаклевочка у меня чистая, без примесей. То есть уже их не мешаю. И просто затягиваю те места, которые у меня могут проявиться. Ну и как бы этот слой у нас уже, скорее всего, будет предпоследний. Последний слой еще будет у нас финишка. Вот тоже подписчик канала нашего. Насмотрелся на нас и решил поменять крылья. Тут небольшой удар. Как бы я пообещал ему помочь подтянуть лонжерончик. Потом, может, мы это снимем. Ну и как, получается? Вроде да. Вот, видишь. Я же говорю, ничего сложного. Главное не бояться. Вот, купил болгарку, я смотрю, новую, да? Да. Вот, новая болгарочка у него. И вперед на танки. Не надо никогда бояться. Молодец. Ну, как видно, поверхность у нас уже практически ровная. За исключением мелких таких раковинок. На сегодня мы уже как бы устали. И настроения работать у нас такого нету. Как бы настроение по жизни у нас всегда нормально. Но рабочего настроения нету. И всегда запомните, если у вас нет рабочего настроения, не надо продолжать работать. Только накосячите, только испортите. Отдохните, завтра придете и все будет гудо. Завтра я вам покажу, как шпаклюется, ой, как последний слой мы шпаклюем, да? Как затираем последний слой. На сегодня что мы усвоили? Первый слой мы прошли, да? Показала, как рубаночком работать, да? Крестовые движения не забываем. Показал, как подложечкой работать, да? В данном случае. Показал, как работать брусочком, рубаночком. И, то есть, первые слои, что мы усвоили, трем восьмидесяточкой. И чем дальше, тем сокращаем. Это 120-ка, 180-ка и 240-360, уже 240-320. Это уже мы треем под грунт. То есть, под грунт я вам завтра покажу, как трется. Покажу еще раз проявочный слой. Ну, в принципе, а на сегодня все. Ну и, как обещал, небольшой анекдотик. Встречаются два грузина. Один говорит, Вано, Ты ходил на лучаном повороте? Нет, дорогой гиви, не ходил. А чего? Ой, и не ходил. А почему? Ой, поет так отвратительно. Сайкается. Слова не поймешь. Ни слуха, ни голоса. А ты что, ходил? Нет, мне о вас напевал. Ну, вот, в принципе, на сегодня и все. Подключайтесь к каналу. Подписывайтесь на канал. Участвуйте в комментариях. Заходите на Зелорацию. Канал так и называется. Олег Нестеров Брест. Подключайтесь к нам. Нас уже 200 человек за два дня. Будет еще больше вместе с вами. Участвуйте в комментариях. Задавайте свои вопросы. До новых встреч. Всем бабла и добра. Здоровья вам, вашей семье и всем, кто вас окружает. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.